Всем геймпас меропас и сегодня мы с вами начинаем играть в новую игру на моём канале. Игра называется Universe Sandbox. И сегодня я в этом видео узнаю, что будет, если наше солнце заметит Бетельгейзе и если в нашу землю врежется луна. Думаю, будет интересно. Так что запасайтесь вкусняшками и погнали. Для начала предлагаю проверить, что будет, если вместо солнца будет Бетельгейзе. Так, сначала надо понять, как заменить солнце, если это, конечно, возможно. Добавить планеты к звезде? Ого, вот это на тебе. В общем, я с обучением более-менее разобрался, надеюсь, что я тут ничего не накосячу. Йоо, ёо, чё это такое? Чё это за, блин, какие-то научные термины? Хорошо, тут даже можно... Свет, офигеть, ну всё, это уже шикарная игра. Да, действия. Погодите, удалить объект. Заменить объект. Вот, можно заменить солнце. Хорошо. Заменить сан. Сан. Хорошо, ищем наши Бетельгейзе. Вот оно. И заменяем. Ой, кажется, я чё-то не то сделал. Погодите. Нет, я всё то сделал. Просто Бетельгейзе очень огромное и съела у нас всё. Она у нас съела. Землю, Марс, Венеру, Меркурий и вообще тут пояс вот этот какой-то. Уйди. Хорошо, у нас остался лишь Юпитер, которого тоже ждёт, так сказать, погибель. И Сатурн. Возможно, которого тоже будет ждать погибель, потому что, блин, сила притяжения тут, конечно, да. Точнее, гравитация, можно сказать. Всё, давай. Сейчас оно съест Юпитер. А, оно уже съела Юпитер. Уже и Сатурн. И Уран. И Нептун себе заберёт. И Плутон. Офигеть, а чё тут вообще останется? Скажите мне, пожалуйста. Всё возвращается обратно. Седна. 2018. Чё за такие названия? Какие-то года. У нас вот дальше есть какой-то камень, который пролетел из ниоткуда. Серьёзно, из ниоткуда сделал такой оборот вокруг нашего солнца и улетел. Вот это на тебе, блин, в гости зашёл. Хорошо, оно сожрало уже очень много чего. Ау, Бетельгейзе, давай. Так сказать, поосторожней будь. Не, на самом деле Бетельгейзе очень много достаётся. Её сейчас, блин, тут настолько сильно побьют эти всякие планеты. Её вообще-то больно, между прочим. И смотрите, такие вау. Ну, это, конечно, да, красиво. Если вот близко не приблизить, то это издалека будет красиво. А так тут всякие какие-то пиксели. Да уй, не надо мне это, уйди. Хорошо, у нас вот это возвращается обратно. Что, в принципе, очень очевидно. Но не так уж далеко и улетело. Давайте немного увеличим скорость и посмотрим, чё произойдёт. Два года в секунду. Прикольно. Седна у нас пролетает мимо. А всё остальное сжирается. Это как-то да понимать. Погоди, Седна, какая там у тебя вообще температура стала? Дайте мне посмотреть. 160 градусов. Ну, неплохо. Это всё возвращается обратно. И это всё сожрут. Ну, очевидно, что да. Как бы, ну, тут как бы даже нельзя спорить. Всё равно оно всё сожрётся. Сейчас вот это тоже вернётся. И, возможно... Нет. Потому что оно тоже сделает такой же оборот. Почему только Седна выжила? Это какая-то типа избранная планета, планета. А как это понимать? Ну, что могу сказать. В этом конкурсе выиграла Седна и Бетельгейзи. Предлагаю перезагрузить игру. И посмотреть, что будет, если в Землю врежется Луна. Кстати, если вы заметили. Хотя, возможно, вы и не заметили. У Земли здесь нет Луны. Да и вообще ни у какой планеты здесь нет спутников. А всё потому, что у кого-то есть немощные компьютеры. И дело в том, что если бы тут все были спутники у каждой планеты, то, мне кажется, у меня бы компьютер рванул. А так мы можем всего добавить Луну. Но! Но! Я-то хочу посмотреть, что будет, если Луна врежется в Землю. Так, там вроде надо нажимать на плюсик. И вроде как надо искать планету. Можешь, пожалуйста, помедленнее? Мне просто как-то неудобно. Вот, запуск. Можно запустить планету. Титания, Тритон. Где наша Луна? Покажите мне, пожалуйста. Вот она, наша любимая Луна. Она уже автоматически выбрана. Итак, сейчас мы запускаем. Да дай мне запустить нормально. Вот. Вуаля. Луна теперь приближается к нашей планете Земля. Ну, понятное дело, что там всё. Там ничего не остается живого. Все просто умрут. Итак, как мы видим, она уже приближается к нашей Земле. Она врежется в океан. И, возможно, никто не пострадает. Ну, Америка точно пострадает. И Австралия, в принципе, возможно, тоже. Да вообще тут всё пострадает, блин. Тут всё сгорит, нафиг. А ну-ка, сейчас посмотрим. Сейчас посмотрим, ребят. Сейчас мы узнаем, что произойдёт. Давай. Надо увидеть столкновение Луны и Земли. Давай, немного помедленнее. Секунда в секунду надо. Вот прям секунда в секунду. Давай. Давай, приближайся, сейчас мы увидим, что же произойдёт-то. Итак, она уже приближается. И вот уже входит, так сказать, в атмосферу. И столкновение. Вот это да. Вот это красота. Конечно, не совсем красота, потому что ещё ничего тут толком не видно. И смотрите, какая уже огромная, так сказать, или ударная волна, или что это такое. Испарение воды. Не знаю. Но там точно какой-то кипиш происходит. Там очень горячо, всё кипятится. Вот так вот оно выглядит всё в темноте. Ну, не совсем в темноте, потому что тут есть солнце. Пока что никто тут не пострадал. В Евразии и в Африке пока никто не пострадал. И в Австралии тоже. Но их это всё будет очень ждать. Как мы видим, температура на Земле уже значительно увеличилась. Очень сильно увеличилась. Ну, я так и знал. Я знал то, что, так сказать, вся Земля будет горячая. Да вообще тут всё пропадает. Как мы видим, если выключить фонарик, мы ничего не видим. Почему-то всё равно горит свет. Очень удивительно. Хотя тут температура, блин, ой-ой-ой. Ну всё, теперь свет пропал. Теперь тут никого нет из живых. Я так понимаю. И всё. Это так понимаю, я так понимаю, что это всё вода испарилась. Возможно. Я не знаю. Но вот это всё, оно должно вернуться обратно на Землю. Из-за гравитации. Но что можно сказать по поводу планеты? Сейчас мы посмотрим. Там вроде тут можно посмотреть. Да. Представляете, тут даже есть вероятность жизни. Даже при таких условиях есть вероятность жизни. Сходство с Землёй у нас уже на 18%, к сожалению. И, в принципе, всё. Атмосфера Земля. А если поставить другую? Венера там. Чё, серьёзно? Да ну, можно сюда ставить какую-то разную атмосферу. Короче, даже года не прошло. Даже года не прошло. А она уже остыла на половину градусов. Короче, офигеть. Я так понимаю, что она будет быстрее остывать. Да ну, не надо мне смотреть, что там с этой планетой. Давайте мне просто сюда встретим эту статистику. Хорошо, скорость вроде бы такая же и осталась. Ну, там чуть-чуть больше стало. Дальше. Она начинает очень быстро остывать. Да, на самом деле, несколько дней. Это уже, на самом деле, очень быстро. В 10 дней на 1 градус меньше. Вроде бы как. Вроде бы с планеты никаких нет изменений. Ну, только остывает и всё. Больше ничего не меняется. Сейчас посмотрим, что у нас там. Можно посмотреть по сходству с зимой. Офигеть. Уже сходство с землёй выросло. И вероятность жизни уже повысилась наполовину. Но это уже неплохо. И я вижу, что тут какая-то ерунда происходит. Как будто бы, я так понимаю, из-за того, что оно испарилось, оно сейчас обратно всё выливается. Возможно. Из-за того, что всё остывает. Сейчас мы увеличим ещё больше скорости. Посмотрим, что произойдёт. Ну, что я могу сказать, ребят. С землёй, как только в их изменении, в принципе, не произошло. Она только остыла. И видно там, еле-еле видно эту. Или острова, или облака. Сейчас мы посмотрим. Тут была такая штучка, как всё растопить. Вот. И вуаля. Всё вернулось на свои места. Только мы видим, что абсолютно всё затопило. Только чуть-чуть Америки, Австралии осталось. И здесь у нас что-то чуть-чуть есть какие-то острова. Вероятно, жизнь я не знаю, какая там сейчас. Но посмотрим. Посмотрим. По сути, должна быть большая. 50! Она растёт, ребят. И сходство с землёй уже 99,7. В смысле? Здесь люди остались. Тут свет горит. А какого они смогли это всё восстановить за такое время? Алё! Ребят, представляете? То есть, Луна столкнулась где-то в 2017 году. Уже 2059. И вот такие изменения за несколько лет. За несколько десятилетий произошло. Офигеть. Вот это на тебе. Это вообще. Это как вообще понимать? Как люди вообще тут выжили? Как вообще кто-то тут смог выжить? Тут такое баня, блин, была. Ну что я могу, ребят, сказать? На этом можно закончить. Не знаю, какие можно сделать выводы. Выводы такие, что лучше Бетельгейза не ставить на место Солнца. И лучше пускай Луна летает там, где она летает. Потому что иначе с землёй будут очень большие изменения. И, к сожалению, реальность это не игра. И людей, так сказать, уже не останется. Я не знаю, как они, блин, свет... Я не могу это всё объяснить. Я хочу просто, так сказать, взорвать. Надеюсь, ребят, вам понравилось. Пишите в комментариях, как вам вообще это видео, как вам вообще эта игра. И предлагаю даже взорвать Солнце. О, смотрите, какая красота. Хотя, не совсем. Для планеты это не такая же красота. Также, ребят, не забывайте. Комментарии, лайки, подписки. И не забывайте про то, что в описании есть ссылка на Дискорд и Телеграм. Ну, а с вами был Яропас и Нептун, Уран и Юпитер, которые выжили в этом хаосе. Всем удачи, всем хорошего дня и всем аревуар.